Новый социальный проект от Украинской морской партии Сергея Кивалова. На базе Национального университета Одесская юридическая академия свою работу начал спортивный клуб Академия бокса. Теперь в этом клубе абсолютно каждый желающий может познавать азы боевого искусства бесплатно. Подробности далее в сюжете. На базе Национального университета Одесская юридическая академия торжественно открыт новый спортивный клуб Академия бокса. Особенность данной спортивной площадки в том, что занятия здесь будут проводиться совершенно бесплатно. Кроме того, все воспитанники клуба будут обеспечены соответствующей амуницией и формой. Реализация социального проекта стала возможна при поддержке Украинской морской партии Сергея Кивалова. Сегодня бокс это один из самых популярных видов спорта. Тем самым мы хотим оторвать школьников, оторвать детей от компьютера, чтобы они все-таки занимались спортом, занимались любимым видом спорта. И вот я вижу, в городе у нас очень активно развивается бокс. Сегодня не каждый родитель имеет возможность платить за занятия спортом. Не каждый родитель может оплатить за тренера. А здесь мы берем это все на себя и хотим выявлять самых талантливых, которые будут заниматься здесь в наших залах бесплатно. Вот это самая главная задача, которая сегодня стоит перед нами. По традиции Сергей Кивалов, как почетный президент клуба Академия бокса, подписал боксерские перчатки, которые займут символическое место талисмана клуба. Также благодарностями и почетными знаками были отмечены все, кто принимал активное участие в создании этого социального проекта. Это уже четвертый клуб, который при поддержке Украинской морской партии Сергея Кивалова открывается в нашем городе только за последний год. Буквально неделю назад после реконструкции был открыт спортивный зал общественной организации «Мангуст» на базе Национального университета Одесская юридическая академия. Более года работает клуб вольной борьбы «Планета Академия» на базе Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Одесской юракадемии. Клуб «Айкидо» и «Карате» «Вориор» на базе морского училища юракадемии, где дети и молодежь также имеют возможность бесплатно заниматься. Знаете, украинская морская партия, в особенности лидер Сергей Кивалов, отличается тем, что у них обещания не расходятся с делами. И всегда, когда есть какая-то программа, есть какие-то обещания, они обязательно выполняются. Мы буквально два месяца назад обещали о том, что в нашем городе будет открыт новый боксерский клуб. И вот сегодня мы на открытии боксерского клуба «Академия бокса». Боксерский клуб социальной направленности. Здесь будут абсолютно бесплатно заниматься дети, студенты, юноши. И я думаю, что вся инфраструктура, которая сегодня здесь, которая будет еще развиваться, вы знаете, что Национальный университет Одессской юридической академии признан самым спортивным вузом страны. У нас есть все возможности для того, чтобы давать детям, юношам, да и взрослым ту базу, те необходимые навыки, чтобы они становились чемпионами, чтобы они прославляли нашу область, а потом и на международном уровне уже нашу страну. Развитие бокса в Одессской области благодаря нашему президенту Халиду Мусаеву очень хорошо идет вперед, процветает. И результаты хорошие есть. Хочу обрадовать юридическую академию. Студент вашей академии Джамал Кулиев, 80 килограммов, вчера провел пять боев, стал чемпионом Украины. В финале, кстати, он выиграл чемпиона Европы. И он попадает уже в сборную Украины, естественно, и будет участвовать на чемпионате Европы в будущем. Национальный университет Одесская юридическая академия уже который год носит статус самого спортивного вуза страны. Университет имеет огромное количество площадок, стадионов, спортивных комплексов, где тренируются будущие чемпионы. Заслугой спортивных достижений юрокадемии во многом является ее материально-техническая база, уровень которой позволяет проводить здесь соревнования по разным видам спорта, как национального, так и международного уровня. Мы все знаем, что бокс сегодня занимает лидирующие позиции в Украине в целом, потому что Одесский регион, он очень успешно и прогрессивно развивает бокс. И спортсмены являются чемпионами и всеукраинского уровня, а также и международного. А это всему, конечно же, заслуга технической базы. Украинская морская партия и ее лидер Сергей Васильевич Кивалов уже на протяжении более чем десятилетия развивают социальные спортивные проекты. Подготовка к открытию нового клуба заняла около года. Пришлось провести серьезный ремонт в старом зале. Был установлен новый ринг, тренажеры, инвентарь, а также проведено отопление и освещение, чтобы и в зимний период дети имели возможность здесь тренироваться в комфортных условиях. Большая благодарность нашей Сергею Васильевичу Кивалову за предоставление такого помещения. На данный момент мы уже хотим в ноябре сделать именно командный кубок боксерского клуба «Академия бокса», где мы пригласим боксеров, тренеров других кубков и будут боксерские бои стенка на стенку. Одесская Юрокадемия славится своими спортсменами. Среди студентов есть много чемпионов области, страны и даже Европы. Спорткомплексы университета всегда готовы распахнуть свои двери для талантливых детей, юношей и взрослых. Уже более 20 лет на базе Юрокадемии работает Центр единоборств «Олимпийские надежды». Бокс и дзюдо являются самыми высокорейтинговыми видами спорта. Достаточно сказать, что в Академии среди молодежи этот вид очень популярный. Очень популярный, много занимается студентов и успешно выступает. Если взять, я непосредственно связан с этим, Центр «Спортивный генербос» Одесская Юрокадемия открыт был в 1999 году при поддержке Сергея Васильевича Кивалова. За это время в Центре воспитаны 3 заслуженные мастера спорта Украины, 7 мастеров спорта Украины международного класса. Спортсмены, воспитанники Центра побывали в 38 государствах мира и завоевали свыше 152 медалей. Напомним, при поддержке Украинской морской партии Сергея Кивалова в нашем городе было построено 20 современных спортивных комплексов. Пока нынешняя городская власть подобную активность не проявляет, за дело берутся люди, которые думают и заботятся об украинском спорте и будущем нашего города.